Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Известный украинский военный аналитик, военный эксперт Роман Цветан. Со мной на связи. Роман, здравствуйте. Желаю вам здоровья. Да, Роман, множество, скажем так, есть нюансов, которые хотелось бы осветить, обсудить. Но начать я предлагаю вот с чего. Наступление вооруженных сил Украины приостановилось? Захлебнулось? Или идет по плану? Наступление идет, согласно разработанных графиков, не бегит, не тормозится. Все идет так, как должно идти. Приостановлено не наступление как таковое, а сейчас, исходя из той ситуации, которая сложилась на линии фронта, дочищаются некоторые вклинения российских войск. И пока они не будут полностью срезаны, дальше двигаться нет смысла. Не нет смысла, и по плану этого нет. То есть выполняются те задачи, которые были изначально расписаны. Вот пока не снесем, допустим, тот же Времевский выступ, нельзя двигаться ни с Углидара, ни с Гулейполя, так как этот выступ нависает над флангами одной и другой группировки. Приходится срезать тот же выступ в районе Бахмута, с Бахмута на Солидар. Опять же, пока он не будет срезан, нельзя двигаться на Лисичанск вдоль Северского Донца на Луганск. И также нельзя двигаться на Горловку с Бахмута. Здесь одно за другое тянет, потому выполняются вот эти задачи, которые распланированы. Они могут занимать больше-меньше времени, но тем не менее они идут все в этом смысле согласно плана. Плюс уже готовый плацдарм, ну или дочищается плацдарм в районе Орехова. Там довольно-таки успешные мероприятия, которые сейчас проводятся. Введены уже серьезные силы, работают над уже, можно сказать, второй линией обороны российской. Первая разгромлена с помощью артиллерии, с помощью техники. А уже над второй начинает работать, уже сдернули третью линию обороны. Россия нам приходится с третьей, подтягиваться ко второй. Как раз то, что нам нужно. Мы начинаем доставать третью линию обороны, российскую, нашей артиллерии. То есть везде идет процесс согласно того плана, который был расписан без участия авиации. Была бы авиация, это было бы, конечно, быстрее. Но без авиации вот такими методами 100-летней давности войны первого, первой мировой войны с прогрызанием противника, с прогрызанием первой линии обороны. Первая, вторая, вообще линия обороны как таковых. По-другому сейчас никак. И именно под это расписаны планы, под это заявлена техника, заказы сделаны. Она поступает, поступает достаточное количество техники с коэффициентами поражения, поступает достаточное количество боеприпасов. И вот исходя из линии фронта, которая после подрыва Каховской гидролепростанции россиянами уже выкристаллизовалась, можно говорить о том, что идет все согласно нашим планам. Никаких проблем не видно. Роман, есть ли, ну, скажем так, у вас достаточно оптимистичный взгляд на вещи? Западная пресса, ну, совершенно как бы по-другому все это видит и говорят, что, собственно, не этого ждали и на Западе, и руководство западных стран. Просто возникает здесь очень важный такой аспект. Это даже не столько вот потери, да, вот как вот что-то страшное для гражданского населения, а сколько, ну, вот эта инициатива сейчас на чьей стороне? Кто кого условно проверяет, тестирует и, ну, вот сейчас, ну, скажем так, смотрит, как кто будет действовать дальше? В течение двух недель проводятся зондирующие операции украинскими войсками. Рассредоточенные бронегруппы вдоль всей линии фронта проводят зондирующие операции. Там, где они уже закончены, туда вводятся определенные части, пока еще не стратегические резервы, но уже вводятся части, которые были вдоль линии фронта. Усиливаются бронегруппы. То есть на данный момент у нас проводятся вот такие зоны, ну, разведка боем она по-старому называется. То есть эта разведка боем приносит результаты по направлениям. Кое-где россияне пытаются контратаковать, в основном перебрасывать со второй линии на первую или с третьей на вторую, в зависимости от того, до какой степени мы проходим. Но это как раз и задача зондирующих операций сорвать с последней линии фронта войска противника на первую, для того, чтобы накрыть ее их армейской артиллерией. Что и происходит вдоль всей линии фронта. Мы наступаем, естественно, стратегическая инициатива у нас. Она будет у нас до прорыва, до выхода на Азовское побережье. Впереди тяжелая работа, перемалывание противника, перемалывание тех рубежей, которые он полгода отстроил. Это все было понятно. Закатав рукава, приходится это делать. Некоторыми приемами, о которых я уже сказал, для того, чтобы не выходить на третью линию давлением россиян по первой, второй, подтягиваем их и перемалываем на первой и второй линии обороны. Ну а по поводу того, что кто-то хотел или кто-то не хотел. Если бы, допустим, нам вместо танков и БМП передали конницу, ну это было бы... А если бы даже коней бы не дали, допустим, лодки, стрелы, ну ходили бы фалангами, как в свое время Александр Македонский. Ну в таком режиме. Все же зависит от того, какое вооружение у нас есть. Оптимальный вариант, конечно, там можно и до пращи, до вида дойти. То есть кирпичей много, отдали бы только ремни и тогда уже кидались кирпичами. Ну а что делать? Потому здесь все зависит именно как раз от тех сил и средств, которые переданы. Была бы авиация и дальние ракеты, было бы это все веселее. Примерно так, как это было, допустим, в иракских войнах на Ближнем Востоке. То есть такие... Так можно было бы воевать. Или как, допустим, израильтяне, израильско-египетские войны были. То есть это быстрые были войны. А здесь по-другому никак. Нас сбросили в прошлое тысячелетие, в прошлое столетие, в начало прошлого столетия. То есть вот это сейчас война. Это примерно такая, как была в Первую мировую. Фронтальные атаки, лобовые атаки. Просто есть некоторое количество техники. То есть с помощью бронегрупп, с помощью брони, которая выходит из строя от лобовых атак. Ну ничего с этим не поделаешь. То есть вот такая война. В такую войну нас загнали наши правители и наши партнеры. Два П, так сказать. И те, и те. Роман, вот то, что удалось по состоянию на сегодня освободить, да? Мы можем говорить о полном освобождении или каком-то вот этом успехе? Потому что солдаты показывают на камеру видео, где они там то в одном селе, то в другом. Но официально понятно, об этом говорят очень скупо, мало. Видимо, боятся потерять, что линия фронта откатится вперед. Нет, тут немножко другое. Надо понимать задачу, которая сейчас выполняется. У нас нет задачи освободить что-то. Если бы надо было ставить задачу освободить определенное количество квадратных километров, или определенное количество городов, или, допустим, определенное количество домов. А если, допустим, поставить задачу освободить определенное количество сельских сортиров, Это все по разным направлениям и разные задачи и на разных локациях. Задача чуть другая. Сейчас стоит задача уничтожения армии противников в максимальном ее качестве, живой силы и техники. Очень важно уничтожить технику, причем не бегать за ней по всей линии фронта и по всей глубине фронта, а выполнить такие маневры для того, чтобы техника сама приехала на объект удара, то есть на площадку для удара. Вот это сейчас и выполняется. Чуть другое. Акценты надо сместить. Потому не важно, сколько занято или освобождено территории квадратных километров или количество населенных пунктов. Это не важно на данном этапе. На данном этапе, вот то, что я сказал, каждый день уничтожается около батальона до 500 человек противника. Каждый день уничтожается до 10 танков, где-то до 10 боевых бронированных машин и до 10 стволов артиллерийских российских. В процессе вот этой задачи. Вот и хотелось бы, конечно, больше, хотя бы раза в полтора, в два, но маем-то шумаем. Вот в таком режиме идет уничтожение, обтачивание войск российских для того, чтобы потом прорвать линию обороны. Линия обороны у них неглубокая. То, что они отстраивали, ну она на глубине где-то до 30 километров. Такой стандарт. Опять же, тот стандарт, который в прошлом веке, в первом, в начале прошлого века на Первой мировой войне. Вот они примерно по такому же стандарту отрывались там 10-ти, 20-ти, 50-ти, 70-ти километровые окопы на глубине 20-30 километров. Вот задача будет выполнена прорыва этой линии обороны в каком-то месте. А дальше оперативный простор, дальше будут брошены в этот прорыв стратегические резервы. И выполнена одна стратегическая задача, как минимум одна. Это выход на Азовское побережье и пересечение сухопутного коридора. В зависимости от направлений, которые будут выбраны, ну уже сейчас и примерно уже понятно. Раз работаем в районе Орехово, значит, одно из направлений на Мелитополь. А если взялись и стачиваем Беремьевский выступ, то это значит еще два направления, которые откроются после стачивания этого выступа. Дойдем когда до Старом Михайловки, Старом Лыновки, извините. Откроются два направления с Углидара и с Гуляйполя на Мариуполь и Бердяц. То есть вот идет подготовка формирования, формирующие операции, формирование поля боя. Вот эти 300 километров по ширине, в глубину 100 километров, вот идет формирование сейчас. Но задача первая – уничтожение техники. Так вот, оптимально говорить не о том, сколько освободили еще или квадратных километров. Нет, показатели нашей работы сейчас – это сколько, какое количество техники и живой силы врага сейчас уничтожат. Пока, я бы сказал так, ну средние показатели. Если бы была авиация, конечно, было раза в два, в три больше. Ну а без авиации надо достаточное количество техники, артиллерии, боеприпасов. Но пока мы еще в стартовом режиме, то есть мы сейчас только стартуем. То есть этот маховик раскручивается. Когда еще не все войска российские подтянулись к вине фронта, еще не со всей третьей линии они подошли ко второй, не со всей второй подошли к первой. То есть этот процесс еще идет. И вот выполняем вот эту задачу. Деваться им некуда, сейчас можно об этом говорить, почему здесь нет ни инсайда, в принципе, ни каких-то сдачи планов. То есть это стандартная работа любой такой военной операции в начале, по крайней мере, вот в начале процесса. Вот это начало процесса, сейчас мы его видим. Роман, было сообщение, что российские войска попытались наступать в Макаровке, там не шибко все удалось. Но здесь возникает главный вопрос. При таком формате, как вы выражаетесь, работы, оборона там есть для вооруженных сил Украины? Вот оборона. Потому что, ну скажем так, я так понимаю, что движение идет частями заточенными на атаку. А атакующие войска и обороняющиеся, это все-таки два разных типа войск. По крайней мере, там, ну нам об этом говорили во время, ну скажем так, удерживания Бахмута. Все зависит от задачи на данном участке. Может быть и не быть никакой обороны, если стоит задача, допустим, наступательная, постоянная атакующая или контратакующая. Это тоже, вот если на Макаровку россияне двигаются, то на контратаках останавливаются наступающие войска, дальше на контратаке гонятся обратно, занимаются их оборонительные рубежи. То есть в режиме наступления, как говорится, лучшая оборона – это наступление. Вот это примерно в таком режиме. Если постоянно наступательные атаки, если есть достаточное количество сил и средств, которые меняют друг друга, допустим, там чуть ли не по сменам. С утра одни наступают, откатываются в обед другие, вечером третью, ночью четвертой, и этот процесс зациклен, то никакой обороны как таковой нет. Сама атака, само наступление и есть уже оборона. А переходить в глухую оборону, ну нет никакого смысла, так как выполняется другая задача. Выполняется задача наступать и перемалывать войска и подойти к линиям обороны противника. Первую мы уже практически смяли, но там, где нужно было это сделать, в том же Времевском выступе, в районе Орехова тоже смята первая линия обороны. За Бахмут я молчу, уже давно там почистили все эти процессы. Сейчас у них большая проблема, они в активной обороне пытаются, в активной обороне, то есть не закапываясь контратаками, пытаются нас как-то остановить в районе Бахмута. То есть этот процесс, который будет идти, ну в течение, он может идти в течение месяца, месяцев, вот это перемалывание, прогрызание линии обороны по выполнению первой задачи уничтожить всю Российскую армию. Если мы ее уничтожим, даже никуда идти не будем, ну это сейчас утрирую, но для понимания. Если можно вообще никуда не идти, проводить атаки и вытащить всю Российскую армию на передок, в конце концов, когда последний россиянин Герасимов с рогаткой подойдет куда-нибудь к Орехову, допустим, будет он там уничтожен, мы освободим так свою территорию. То есть это освобождение территории и всего остального, это же следствие выполнения первой задачи уничтожения армии противника. То есть вот примерно в таком режиме сейчас выполняются эти боевые действия. Но идет подготовка, исходя из направления удара, формируются, видно, как формируются плацдармы для прорывов. Причем плацдармы по ширине где-то километров до 20. А это как раз та ширина, на которой уже можно формировать прорывы. Вот еще раз повторюсь, это Орехов, это Гуляй-Поле, это Углидар. Это прекрасно видят россияне, то есть ничего мы здесь не открываем никому Америку. Это вот эти три как минимум направления. Плюс формируются такие же направления в районе Горловки, в районе Лисичанска. Ну и Луганский фронт, Сватова никто не отменял. То есть там идут также бои в районе Кременной, россияне там пытаются наступать. Вот где они реально пытаются наступать, это вот на Луганском направлении. Так как у них недалеко Россия, там плечо поставки очень короткое, техники, боеприпасов и личного состава. А потому там они будут пытаться как-то давить. Мы там на контратаках задачу выполняем по перемалыванию противника. Как раз там, можно сказать, с одной стороны, и самая большая потеря у россиян, так им приходится скапливаться, подтягиваться к линии фронта для атаки, контратак. И мы просто накрываем там артой и дальними средствами поражения. Ну и Донецк никто не снимал с вопроса об освобождении. Мы в районе Донецка, довольно-таки серьезные сейчас атаки идут. В основном россияне, вот они пытаются оборонять Донецк, то есть вот в таком же режиме, как и мы, когда наступаем. Они пытаются наступать в районе Авдеевки, в районе Марьинки. Попадают под наши контратаки, когда подходят на дальность артиллерийского удара, попадают под уже обстрелы артиллерии. То есть также выполняем эту задачу. Ну по всей линии фронта, по батальону в сутки отминусовываются. Так это двухсотыми. Это значит, как минимум с поля боя уходит около тысячи, полутора тысяч человек. А это такие хорошие показатели и хорошая динамика для наступательных операций и подготовки к прорыву. О пленных мы поговорим, потому что там показывают крупное, скажем так, и с одной и с другой стороны, да, крупное поступление в обменный фонд. Вот это и формирующие операции. Как вы выразились, я просто, знаете, ну вот я вас слушаю, и, ну, это ровно, ровно тот же самый Бахмут. Только теперь не в каком-то городе, да, а вот по всей, ну или условно по всей, там в нескольких регионах или как районах линии фронта, в нескольких направлениях. Ну, просто свои какие-то условные Бахмуты. Идут атаки, идет отражение, продвижение получилось, не получилось. Мы видим, что там 100, 200, 500 метров. Ну, вот в метрах это все считается. Так, я тогда не могу понять, а зачем тогда был Бахмут, если теперь получается Бахмут наоборот и на нескольких участках фронта? Ну, это концепция, вы говорите, концепция правильная, просто локация другая, то есть локации уже не галактические постройки, то есть не агломерация, а локации в основном это поля, это широкие просторы для маневра, то есть чуть-чуть все это по-другому, хотя концепция примерно такая же самая. Но это концепция войны, от нее ж никуда не денешься. Бодаются две противобоствующие стороны, пытаются танец такой, пляшут, пытаются обойти, пытаются откусить, пытаются окружить оперативным окружением, то есть очень много механизмов, которые могут применяться, просто уже другие. В самом Бахмуте они все-таки были узкие, сужены агломерацией, сужены постройками, а здесь уже чуть другие масштабы, это как минимум. Это потому по-другому применяется техника и количество людей, естественно, другое. Зачем был Бахмут? Ну, это вопрос к Пригожину, зачем им был Бахмут? Он им был реально не нужен после того, как мы освободили Изюм. Была изначально у них правильная с военной точки зрения задумка, то есть замысел главкома был правильный, грамотный. Брать Славянск, Краматорск, дружковку, эту агломерацию с помощью окружения, причем выхода с севера со стороны Изюма, изюмская группировка российская была, и с юга со стороны Попасны на Бахмут и на Славянск. То есть это правильное, грамотное планирование. Но после того, как они убежали с Изюма, то смысл с юга заходить, это же прошлый год осень, даже, ну да, где-то осень, наверное, даже не осень, а лето. Год назад они уже ушли с Изюма. То есть двигаться дальше с Попасной на Бахмут не было вообще никакой военной необходимости, абсолютно никакой. Но там кто-то попал, Пригожин попал такой в информационный капкан, он слишком распиарил это направление, потому ему пришлось целый год идти 30 километров. Угробил несколько десятков тысяч людей. Так в СССР тоже будут год идти 30 километров? Нет, мы не будем идти в обратную сторону. Зачем? Это точно не нужно. Вот сейчас направления в обратную сторону у нас нет никакого. Мы будем выходить на горловку с Константиновки, сейчас из-под Бахмута. Мы же не идем на Попасную. Это идиотизм, это Пригожинский идиотизм. Я бы так сказал. Мы идем по высотам. Мы идем на Курдюмовку и на Горловку. От Бахмута даже, я бы так сказал. От Бахмута на Горловку. Выход на Горловку, а потом движение, допустим, на Лисичанск со Славянска. И опять на эту высоту, на этот кряж по Попаснянске. И он просто вынудит россиян убежать с Бахмута. Они как вот туда шли 30 километров в год, бежать они будут. Вот попомните мое слово, мы как-то с вами будем рассказывать. Вы вспомните, Роман Григорьевич, вот вы тогда говорили, как они за 30 минут обратно убегут на Попасную. Вот создается такая ситуация, мы ее сейчас создаем. Она сейчас формируется, так называемая ситуация, когда единственное правильное решение будет уйти с Солидара и с Бахмута. Вот мы ее создаем. Примерно то же самое, как такие формирующие операции в свое время заставили россиян уйти с правого берега Днепра на левый. Вот примерно та же ситуация сейчас будет происходить по Бахмуту и Солидару. То есть нам нет смысла туда идти, мы же не пригожинцы, у нас нет никаких информационных капканов. Все согласно военной науке, причем эту военную науку в мире знают не один миллион человек. То есть вот то, что я сейчас говорю, любой офицер, который читает карту, раскроет карту высот, карту местности, он сразу скажет, что надо делать и когда, на каком этапе будут войска отходить. Они сами зашли в эту проблему. Ну то есть это такой же выступ, это проблема. На выступ можно, то есть выступ можно занимать, двигаться и создавать плацдарм, если есть дальнейшее движение, то есть стратегическое направление какое-то. Вот стратегическое было изначально в сторону Славянска, но там важно было именно движение и с изюма, то есть для того, чтобы Славянск можно было окружить. А если изюма нет, то и само направление пропадает. И тогда становится этот выступ, становится капканом, потому что противоборствующая сторона мы, мы будем использовать этот выступ для ударов по флангам. И это то же самое, как и с Времевским выступом. Если бы у них была задача идти дальше на север, они также делали это так называемые большие клещи. Если вы помните, были малые клещи, большие клещи. То есть вот это Времевский выступ, это выход с юга на север. Они просочились между нашими двумя гарнизонами, Голидарским и Гуляйпольским. И должны были идти на север аж в сторону Покровска, между Покровском и Павлоградом. А в это время должны были со стороны Балаклея заходить с севера и откусить полностью всю Донецкую группировку. Так вот мы с севера же срезали. То есть Харьков ушел полностью из повестки дня. И вот они с двумя вот этими южными выступами в районе Бахмута с юга на север и в районе Времевки с юга на север. Они зависли в таком прострации, пока мы их в конце концов не подготовились и не будем срезать опять фланговые удары. Любой выступ, он чреват фланговые удары удержать практически невозможно. Потому с военной точки зрения применяется нормальный маневр, военный отход, управляемый отход, выравнивание линии фронта. Если слышали, что это такое. Смотрите, выравнивание линии фронта подкрепляется, ну это если верить спутникам и западной прессе, которые нарисовали вот эти укрепрайоны, да, российские. Они правильно отстроены с выравниванием. Так это и есть, это выравнивание фронта. Но самое интересное, что утверждают, и в принципе, если так посмотреть на карты, которые дают собственно западные СМИ, то ВСУ до вот этой пресловутой линии Суровикина еще не дошли. Правильно, так идем. Это ж так и есть. Движемся именно к этой линии. Но дело в том, что одна из, я вот уже об этом сказал, один из маневров, можно на нее не идти сразу. Можно выманить, поднять россиян с третьей линии, чтобы им пришлось самим уже поподнимать и двигаться на вторую и на первую. То есть, когда идут интенсивные бои, особенно с помощью артиллерии и бронетехники, на первой, на второй линии фронта, хочешь не хочешь, третья линия обороны поднимется и пойдет выручать первую и вторую, иначе будет прорыв. Весь смысл линии фронта, вот допустим, мы подходим к первой линии фронта, после того, как завязываются бои, россияне со второй пытаются контратаковать наши войска, которые завязываются в боях с первой линии обороны. Но это проводится, это, опять, нормальный маневр, то есть, вытягиваются войска противника на этот маневр, это как в шахматах, там есть определенные ходы, как ходит каждая фигура, и здесь та же самая картина. Это такая же законы ведения войны, других нет. Если они не сорвутся со второй линии фронта и не пойдут поддерживать первую, мы продавим первую, подойдем к ним ко второй. Значит, они делают так, они делают правильно с одной стороны, поднимаются со второй, движутся на первую, а третья линия фронта начинает передвигаться на вторую. Ну, то есть, идет такое перемещение. Вот этим сейчас и занимаются. Мы их вытаскиваем на себя в этом смысле, а они поднимаются и двигаются. Вот после того, как они будут перемелены, то на третьей линии фронта просто никого не останется, я вот о чем говорю. Или туда подойдут части, которые не готовы выполнять задачи обороны. Вот чем сейчас занимаются украинские войска. Перемалывают российские на первой линии обороны. Так, а вот здесь вы правильно сказали, примерно как на 10 километрах фронта Бахмутского, только сейчас это все происходит на 700 километров всего фронта. Вот они выключили, не хватало у них сил и средств удерживать наше движение еще на 300 километрах. Они выключили подрывом гидроэлектростанции, выключили Херсонское направление. Да, интересно, но как бы абсолютно небыстрое разрешение ситуации в контексте вот этого освобождения, именно которое сейчас все ждут. У меня вопрос исключительно по количеству потерянной украинской техники, техники западных партнеров, которые демонстрируют периодически подбитые леопарды. Понятно, что Путин говорит, что их очень много, сколько там сотен, но на самом деле, ведь если так разобраться, то подбитая западная техника на поле боя для ВСУ это ну прям проблема, потому что чтобы вести ее назад в бой, нужно очень прилично ее вести до завода, где можно отремонтировать. А новые поступления идут, ну скажем так, расходников по большей части. Насколько тогда перспективно вообще по времени да, вот именно вот эта тактика перемалывания одного сплошного бахмута, вот такого наступления от вооруженных сил Украины, ведь это может просто не хватить как это помните выражение человека часы, да, вот человека часов не хватить. Неправильное восприятие, не так немножко это все работает, допустим нам дают определенное количество ну допустим снарядов, для чего дается снаряды, чтобы мы их отстрелили, мы же обратно их не получаем, мы работаем в одну сторону, вываливаем это все на головы противника, а эти снаряды убивают определенное количество людей. Для того, чтобы восполнить количество снарядов, запущено целый конвейер их поставки, вот допустим, в день мы выстреливаем 10 тысяч снарядов в сутки, вот недето, то есть через 10 дней те снаряды, которые будут выстрелены, они сейчас где-то находятся, ну допустим в Германии, и вот есть целый план поставки, как они будут ехать, чтобы подъехать ровно через 10 дней и быть размазанными по линии фронта, то есть целый процесс, целый конвейер запущен по поставке снаряда, вот такой же самый конвейер запущен и по поставке техники, то есть любая техника военная, у нее есть коэффициент живучести определенный, то есть эти коэффициенты просчитываются еще до начала, вернее, до при планировании они просчитываются, сколько техники будет выходить на поле боя, сколько техники полностью выйдет из строя, сколько техники нужно будет отремонтировать, и вот грубо тот танк, который подобьют завтра, тот же леопард, этот ему на замену танк уже начал двигаться с Испанией, я сейчас еще раз утрирую, то есть он начал двигаться с Испанией для того, чтобы послезавтра быть уже на поле боя, и это все рассчитано, это все просчитано, это занимаются генералы, те, которые думают, что генералы там себе штаны протирают в штабах, нет, вот штабы как раз вот эту всю, весь этот конвейер просчитывают до дня, до веса, до, и это все завязано на людей, на экипажи, те экипажи, которые, допустим, абрамсы пригонят через месяц, они уже учатся, они уже выехали, учатся, ну то есть это целый процесс, и вот эта вся карусель, она завертелась, ее остановить практически невозможно, и она сама себя восстанавливает, такой самозатачивающийся механизм, так называемый, и здесь абсолютно никаких нет проблем в том, что столько-то танков вышло и строили, столько-то БМП подожжено и брошено на поле боя, так они должны были быть сожжены, они должны были принять на себя удар и сгореть, погибнуть, и брошены должны быть на поле боя, даже, я бы сейчас скажу, должны быть еще и подорваны, если их бросают, ну допустим, по разным причинам, то здесь абсолютно никаких, это бой, это бои, это война, вот она так рассчитывается, потому никаких проблем абсолютно нет, а вот та информация, которая иногда от наших партнеров заходит, дополнительная, вот за это им вообще спасибо, потому что некоторые заявки, которые сейчас не заявки, а информацию, информацию, которую мы слышим, там французы нам добавят какое-то количество танков, испанцы добавят, немцы добавят, так это добавок, это сверху, сверх тех коэффициентов, которые рассчитаны, которые есть и которые едут, то есть это еще сверху, понимая, что неплохо все работает, надо добавить, вот берут и добавляют, потому тут такие большие плюсы в этом смысле, особенно по технике, это вообще без вариантов, есть вопросы, вот я, по крайней мере, их вижу, связанные, ну, время, время, вот у нас всего лишь пять месяцев в летней кампании, пять, май мы уже протоптались, ну, выполняли задачу подготовки, тут вопросов нет, вот уже третью неделю июня уже проходит, оно, понятно, все по плану, там, туго, туго, не туго, скорость меньше, больше, но само время, само по себе, время, каждый день золотой, каждый день, который сейчас вот теряется, он золотой, теперь явно видно, не только, ну, мне это было понятно еще в прошлом году, я сам летчик, но сейчас уже всем остальным понятно, что без авиации, без авиации, которая работающая авиация, не то, что у нас есть, а та, которая может работать сейчас на поле боя, без авиации это все будет вот так, вот как мы это все видим, тут вопросов нет, то есть прогрызание, выгрызание, уничтожение противника, вытаскиваем на себя, а вот самолетам это не делали, с самолетами, нам бы не надо было с третьей линии обороны поднимать россиян, вытаскивать ее на первую линию обороны и там перемалывать, авиация бы перемолола на третьей линии обороны на второй день, на первый день посмотрели бы расположение, уточнились бы, на второй день бы просто перемололи, вот что сделает авиация, и вот то, что мы сейчас видим, как происходят бои без авиации. Ну, смотрите, ведь тоже какая-то интересная история, почему-то русские идут с авиацией, вот так, когда, вот, по примеру, Бахмута, ну, хотя там не совсем в армии, там все равно, ну, а у нас получается точно то же самое, но без авиации. А в чем вообще секрет? Ну, вот вы говорите, я понимаю, что я у летчика спрашиваю, но, ну, есть же ПВО тоже и у российской стороны, ровно так, как и украинские, там партнеры поставили. Понятно, что мы постоянно говорим, что, вот смотрите, их самолеты, ПВО будет сбивать, поэтому они там ограничили работу авиации. Хотя, извините, вертолеты и самолеты, ну, делают много проблем наступающим в СУ и на передовой. Ну, так точно так же против этих Ф-16 будет выставлено их ПВО. Так в чем преимущество? Сейчас расскажу. Вертолеты российские. Российская авиация, у нас сильная система ПВО, а армейская серьезная система противовоздушной обороны, отшелонированная, там все правильно выполнено, и она выполняет свою задачу. Как могут использовать авиацию россияне, как они ее используют вот при такой сильной системе ПВО, которая есть у нас? Они на предельно малых высотах под лучами прожекторов, это высота до 30 метров, вот где-то с 30 метров уже прожекторов, извините, локаторов. Под лучами локаторов зенитно-ракетных комплексов, они заходят на дальность пуска определенную, не подходят к линии соприкосновения, где-то с дальности 8-7-8 километров отрабатывают ракетами, НУРСами, неуправляемыми реактивными снарядами или управляемыми ракетами, это в основном с вертолетов, ближе подходить, бояться, так как их уже на предельно малых высотах не видят зенитно-ракетные комплексы, но видят ПЗРК, то есть те же стингера, те же эвенжеры, это тот же стингер, только на хауби с четверенной, то есть их уже хватают где-то с 5 километров, но вот они могут обстреливать где-то с 7-8 километров, вот то, что как россияне используют авиацию сейчас, была бы наша авиация, были бы Ф-16, они бы не подошли на эту дальность, их бы самолеты Ф-16 их бы перещелкали еще на подходе, так как у Ф-16 авионика локатор Ф-16 видит на фоне земли, там есть специальные фильтры, которые убирают помехи от земли и видят движущийся вертолет или самолет на предельно малой высоте сверху, он его видит и уничтожает ракетой воздух-воздух. Вот российские самолеты вообще не подходят к линии фронта, они где-то с дальности 50-70 километров, это в основном Су-34, забрасывают наши наступающие части кабами, то есть управляемыми и планируемыми авиабомбами, которые доходят до 70 километров, они не подходят к линии фронта как раз на дальность работы наших ПЗРК, то есть двумя способами спасаются, одни, которые им обязательно надо высота больше 10 километров для того, чтобы планирующие бомбы сбросить, вот они просто не подходят за 50 километров до линии фронта, а вторые, которым надо подойти ближе, они подходят подбираются так сказать на пределы малой высоте и пытаются стрелить, вот и первые и вторые были бы уничтожены на Ф-16, а вот теперь обратная ситуация, когда российское ПВО, да, у россиян тоже есть ПВО, и в принципе они бы делали все, чтобы не подпустить Ф-16 на линию фронта так же, как они и сейчас не подпускают наши Су-24, Су-25, наши МиГ-29, Су-27. Мы им противопоставить пока кроме Хармов ничего не можем, то есть, а Хармы работают на определенную дальность и их небольшое количество, россиян ПВО довольно-таки сильное, но есть еще система взламывания ПВО чуть другая, вот когда проходят ракеты Storm Shadow и все практически ракеты Storm Shadow попадают в цель вот в Луганск, вспомните, первый заход Storm Shadow, впереди идет ракета 160-я Дэшка IDM-160D, вот эта ракета, она ракета постановщик помех, которая засвечивает локаторы противника, то есть ПВО противника выводится из строя системами радиоэлектронной борьбы, и вот такие системы только мощнее намного мощнее, есть в гондолах, которые вешаются на F-16, а есть целые F-16, весь самолет это такая система РЭП, которая просто тушит всю ПВО противника, и вот у них такой заход, вот эти ребята, которые на этих самолетах летают, у них задача, первыми пришли, последними ушли, заходит пара самолетов, тушит все и вся радиоэлектронными средствами, то есть все ПВО тушится, отрабатывают штурмовики, отрабатывают бомбардировщики, перемалывают линию оборота, вот так отрабатывается ПВО, и так она и была потушена, ПВО была потушена в Ираке, в двух войнах, там такая же советские системы ПВО, там были С-300, были в основном С-125, Печора, то есть С-200, это старые советские системы, С-400, это та же хорошо покрашенная С-300, примерно так же работает, и так же она тушится такими системами, потому при получении этих самолетов Ф-16, мы взломаем систему ПВО противника, вот как... что будет на этих самолетах, вот это важно, что там, что нам дадут, потому что это все равно как бы платформа, сам самолет, важен обвец, локаторы и начинка. А я об этом и говорю, то есть смысла нам тогда самолеты такие же, как у нас есть, нет смысла, у нас они и так есть. Сказать, что дальше Ф-16, ну это же уже большой смысл, мы же много видим в этой войне, что главное, главное рассказать, а то, что там на самом деле, то уже дело пятое. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, у нас видите сегодня очень такая профессиональная, такая сосредоточенная, важная беседа, я думаю, что и такие нужны разговоры, даже более того, такие, наверное, еще больше нужны разговоры, чем там реагировать на какие-то прилеты, какие-то, ну скажем так, визги, пропаганды, причем с обеих сторон, пропаганды, да, нет, здесь нужно взвешенно, четко и понятно, понять, да, вот, рассказать и понять, чтобы вы поняли, что такое наступление и с чем его едят. У меня в финале еще один вопрос, он, он о солдатах, Роман, о солдатах, Гардиан, ну, откуда мы, правда, еще узнаем это, конечно же, из Гардиан, да, рассказали о том, что вооруженные силы Украины так вот устроено, что солдат вынужден сам платить за очень многое, да, что ему, с чем он воюет, беспилотники, какие-то, скажем так, средства, в общем, государство обеспечивает, ну, базовым, и то не всегда. Причем, я, когда попал на эту статью, ну, я улыбнулся, потому что, ну, там, сколько таких солдат, причем, ну, не молоденьких мальчиков, а уже, как бы, людей призвали, да, и всем миром, всеми знакомыми, покупали берцы, покупали то, покупали сё, последний случай, вообще, просто, поразил, когда волонтеры передали на роту, ну, минометчиков, передали Мавик, ну, дрон, а он, Мавик, третий классик, да, а классики не подходят, потому что там, ну, это просто, ну, как, для гражданского использования. Ошиблись волонтеры, ошиблись, и вот эти ошибки, они же купили это тоже за народное, деньги передали, а им нужен другой, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Сколько так будет продолжаться, что мы солдатов, солдат, вот, да, мы сами, там, с головы до пят будем собирать, и им сбрасываться на всё необходимое. Где же вот эти помощи, поставки, о которых мы говорили выше? Они есть, но они базовые, кстати, они заходят в определенные части, на всю армию не хватает, для того, чтобы полностью закрыть потребности всей армии, и иногда есть вещи, которые, ну, совсем не нужны, по некоторым позициям, иногда те, которые расходуются больше, чем нужно, те же беспилотники, это тоже расходный материал, беспилотники теряются, беспилотники перехватывают, садят, система радиоэлектронной борьбы, россиян уничтожают беспилотники, но это расходник, и нельзя купить беспилотник, и думать, что он там до конца войны доживёт, может, какой-то и доживёт, но большинство работают даже несколько дней, а некоторые несколько часов, в зависимости от ситуации, потому, это вот то, что то, чего не будет хватать никогда, глаз витающих, их чем больше, тем лучше, но есть определение, определенные стандарты снабжения, если, допустим, на бригаду положено, там, 10 беспилотников, их 11 не будет, 11 можно купить, и подарить бригаде, я сейчас утрирую, я сейчас цифры говорю, с потолка, 11 можно купить бригаде, и подарить, и 12, и 13, и 22, в зависимости от того, есть какие возможности, у кого, у каких волонтеров, и у каких спонсоров, потому, здесь нельзя линейно объяснить какую-то ситуацию, надо предметно разбираться, но таких ситуаций очень много, потому базовые потребности, они есть, базовые потребности запрашиваются, ну, а все остальное, это уже от фантазии, и возможностей, в основном от возможностей, фантазии у нас много, в основном от возможностей спонсоров, помощников, и волонтеров, и здесь, я скажу так, с 14 года воюем, и без помощи волонтеров, без помощи спонсоров, эту войну было бы намного труднее выиграть, и мы бы не выстояли 10 лет, и вот эта помощь, она очень важна, и очень нужна, даже если она иногда бывает и лишней, и может быть даже не той, но, поверьте, любой такой положительный момент, даже просто желание, оно помогает, помогает разными путями, оно помогает нашим воинам одержать победу, потому здесь нельзя пенять сейчас на какие-то недостачи, всегда есть эти недостачи, для того, чтобы у нас все было в армии, нам надо вступить в НАТО, принять некоторые механизмы обеспечения НАТО, мы до сих пор этого не сделали, ни контроля, ни финансирования, то есть мы еще далеки, технически далеки от системы управления, системы снабжения, системы контроля, снабжения от НАТОвских стандартов, нам еще идти и идти, я думаю, одного года будет мало, то есть еще надо будет подходить и выравнивать все эти темы, причем, вот, допустим, альмиканцы, Пентагон знает, где был использован каждый патрон, который закуплен для выполнения, естественно, каждый снаряд закуплен для выполнения боевой задачи, вот до такой степени, когда все дойдет, вот тогда не будет никаких вопросов по обеспечению, а пока, пока мы обеспечиваемся в том числе и волонтеров, и очень хорошо, что это есть, вот так в этом переходном периоде, такая помощь, она довольно-таки существенная. Да, Роман Цветан был моим собеседником сегодня, Роман, спасибо большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, спасибо большое, что посмотрели, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете вы, увидимся обязательно в следующий раз, всем добра и света, до скорого.